Июль 1983 года. Новосибирск, СССР. Советский район Новосибирска расположен в отдалении от центральной части города. А каждому гражданину союза он более известен как Новосибирский академгородок. Мечта многих юношей и девушек наравне с МГУ, ЛГУ и Бауманкой. Оригинальная архитектура улиц, строенные ряды новеньких пятиэтажек на главном магистрале и образцовые парковые зоны. Все свидетельствовало о первостепенной важности этого района. Он буквально жил в недалеком, но светлом и ясном советском будущем. Июль. Разгар студенческих каникул. А главные гуляки закрывают свои последние хвосты. Вот и очередной вечер у студенческого общежития не стал исключением. У входа стояла машина милиции, а из дверей с заломанными руками выводили явно нетрезвого, но счастливого студента. Пока что студента. По тротуару рядом с дорогой прогуливался юноша лет 20. Подходя к общежитию, он увидел это печальное зрелище. Остановившись, он поморщил лицо от отвращения. Едва слышно что-то пробурчал и прошел мимо Стражи Порядка. Приготовив пропуск для вахтера. Доброго дня, утра или вечера всем, кто слышит этот голос. Не волнуйтесь, пока это глаза не в голове. Максимум в ваших наушниках или магнитолах. На крайний случай на DVD. Вы слушаете подкаст Какой Брэд, студии фильмов подкастов Дилетанты. Меня зовут Леша. Меня зовут Никита. Ну а мы продолжаем изучать истории гений в паранаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Но на самом деле, парадоксально, мы записываем эту серию, потому что забыли попрощаться в предыдущей. То есть сейчас мы заканчиваем третий сезон подкаста и плавно подходим, как мы думали, к межсезонью. И собираюсь радовать вас историями дважды в месяц. Рассказывать и говорить не только о людях, но и о культурных событиях, даже, может, и о явлениях, разумеется, каких, правильно, паранормальных. Короче, вроде как бы мы нашли себя теперь точно и готовы рассказывать друг другу и, разумеется, вам в ушки о людях из мира паранауки, о культурных явлениях, которые связаны с этими людьми и о событиях, которые стали следствиями деятельности этих людей. И сейчас мы подумали, что, в принципе, уже набралось приблизительно количество серий, которое равно количеству серий в сезоне. И поняли, что эта серия является таким переходным периодом из третьего в плавно перетекающий четвертый сезон. Но четвертый сезон у нас будет не с такой частотностью, а немножечко поменьше. Не четыре серии в месяц будет выходить, а всего лишь две. То есть мы будем радовать вас каждые две недели вплоть до середины, может быть, до начала октября. А вот что вас ждет в октябре или к концу октября, там как получится, вы это увидите. М-м-м. Спойлер, спойлер, дорогие ютубчане. Скоро вы реально будете смотреть подкаст, не только его слушать. Ну и пока тема разговора, кстати, зашла, ребят, рады будем вас видеть в нашем телеграм-канале. Мы там проводим викторину по каждой серии подкаста, а еще постим комменты с ютуба, где нас оскорбляют. Это, конечно, вообще, представляешь, Никит, студию дилетанты обзывают дилетантами. И считают, что это смешно. Мы вас переиграли и уничтожили. Серию про просто гения поносенков Евгения можете послушать на подкаст-платформах, а также на нашем ютуб-канале. Так вот, короче, ребят, любим всех и каждого, благодарим за лайки и подписки на ютубе, за сердечки на Яндекс.Музыке, за активность на саундстриме и Apple подкастах. Всем большое спасибо. Ну и еще пару минут у вас украду, небольшое подведение итогов, раз уж мы забыли в прошлом выпуске. Мы же говорили, что мы совсем so slow. Так вот, попали мы такие в подборку выбора редакции от Яндекс.Музыки, радовались и радуемся до сих пор, разумеется, неописуемо. И реально, вот где-то неделю назад, Никит, мы, помнишь, сидели с тобой и пытались понять, откуда же у нас такой рост подписчиков на Яндекс.Музыке. Ты сидел вот прямо напротив меня за столом и сидел-сидел такой, смотрел-смотрел в экран телефона, а потом поднимаешь глаза, они у тебя такие, как будто ты увидел что-то очень страшное. Да, конечно, помню. Я тебя подзываю, к себе. Ты пересаживаешься ко мне поближе, я тебе даю в руки телефон и прошу нажать. Вот, а там как бы была страничка чарта, если не ошибаюсь, True Crime на Яндекс.Музыке. И мы там, по-моему, если не ошибаюсь, до седьмом месте, разумеется, по России, там разделения на стран нет, как в Apple подкастах. Но одно ощущение того, что ты находишься в одном чарте с мэтрами отечественного True Crime, у которых там от 5 до 95 тысяч подписчиков, и тут мы такие со своими тремя сотнями и троечкой и двумя нулями, это сильно, конечно, было. Да, и резонный вопрос к слушателям с Яндекса. А куда делся чарт True Crime? Потому что, ну, мы чуть позже зашли, и его там нет. То есть там типа поменялись местами, мы теперь не в чарте, а, ну, грубо говоря, просто по жанру True Crime, по подкастам. Ну да, и мы все равно там в двадцаточке, если не ошибаюсь. Ну да, мы все равно в двадцаточке, да, но чарт куда-то пропал сам по себе. Если что, это не мы. Да, мы его не выбирали, нам очень нравилось быть в десяточке, это очень круто, тем более по всей России. Но, тем не менее, если вы можете нам написать где-нибудь, там, все соцсети у нас есть в описании, объясните нам, пожалуйста. Потому что, ну, мы чат потеряли. Совершенно. Ну, ладно, окей, True Crime. Ну, в принципе, понятно, откуда у нас взялась аудитория. Но мы начинаем дальше листать все подборки чартов Яндекс.Музыки, и кроме True Crime мы везде, как минимум в топ-15, мы были в категории история, в категории документальная, в категории общество и культура. Это что вообще-то? Какого? У меня примерно такие же эмоции, на самом деле. Ну, потому что мы же вроде это маленькие такие, нас никто не замечает. И тут вдруг, вдруг четыре чарта Яндекс.Музыки. Но, Никит, ты, кстати, еще не знаешь, я тебе не говорил. Кроме четырех чартов в Яндекс.Музыке и подборки выбора редакции, мы, оказывается, снова в топ-30 в Apple подкасте в категории история. И точно так же в категории истории в Apple подкастах мы попали, если не ошибаюсь, как минимум везде в топ-100, еще в трех других странах. Не помню где. Вроде бы Армения, Украина, а четвертую страну забыл. Офигеть. Невероятно. На самом деле это... Ну, это очень круто. Спасибо вам большое, что слушаете нас на всех возможных платформах. И нас это очень греет и позволяет двигаться дальше и не бросать это вообще. Короче говоря, люди добрые. Мы не знаем, откуда вы и почему вы нас слушаете и продолжаете слушать, но огромный вам поклон и почет и уважение. Будем стараться для вас выпускать больше классного контента с большим наполнением. Ну, по возможности опять зависит от героя. И углубляться еще больше в мрак. Какой это... Ладно, хорошо. Подведем некоторые итоги, ребят. Коротко, что вас ждет. Будем выходить дважды в месяц. Пока не знаем, в какой день. Предварительно с четверга по воскресенье. Рассказывать вам будем о том, откуда появились те или иные паранаучные мысли. Как к этим мыслям пришли их авторы. Ну, а четвертый сезон... Он будет концептуален и небольшим таким вот переходным периодом к тому самому грандиозному событию, к которому мы стремимся. Поэтому, ребят, немножечко авансом, конечно, просим вас актива и поддержки. Благодарим еще раз за то, какой актив сейчас вы нам даете. Кстати, Никит, а давай-ка мы в Телегу запилим опрос по поводу лучшей серии третьего сезона. А туда можно больше десяти? А давай мы, наверное, все-таки без нашего сегодняшнего героя запостим первые десять официальных историй. А это будет либо межсезонним, либо сразу я это закину в четвертый. Ну и все, супер. Давай. А вы, ребят, зайдите на нашу группу. Это то ли первая, то ли вторая ссылка в Телеге. И отметьте, что вам больше всего понравилось. Потому что нам, ну, очень интересно. Не просто, чтобы актив нагнать, хотя и это тоже. Но нам реально интересно, кто вам из героев понравился. Ну, потому что мне, например, понравилась такая история про Павленко. Она интересная. Она отдает таким, знаешь, Нетфликсом в какой-то степени. И это прикольно. А вот я специально подержу интригу. Не буду говорить, кто мне больше всего понравился. Мне интересно увидеть и услышать как раз вас, дорогие ребят, кто нас сейчас слушает. Потому что если до этого мы видели, как по количеству просмотров, в том числе и на YouTube, можно было понять, кто же понравился больше, то сейчас последние уже то ли пять, то ли шесть серий у нас стабильно больше там, сколько, тысячи? Нет, больше тысячи двухсот вроде бы прослушиваний. Для YouTube это, разумеется, крохи крошечные. Но для подкаста, чисто аудиоподкаста, это прямо добротный показатель. Так что будем стремиться работать дальше, больше и лучше. И скоро сделаем то, к чему стремились аж с февраля этого года. Да, Леша как всегда хотел уйти от долгих разгонов, но у нас как всегда. Ну извини, получился опять разгон, да. Ну хорошо, я считаю, мы подводим итог сезона, по сути. И потихонечку так людей переманиваем на новый сезон, который у нас выйдет уже в ближайшее относительное время. Вот как завернул, а? Хорошо, хорошо. Ну извините, извините, все равно раз за разом у меня получаются разгоны. Как ты от них не уходи. Все равно хочется поболтать вначале, видимо, у меня очень сильно. Да вот и мне на самом деле интересно, нравится ли это, по сути, нашим слушателям или нет. Потому что, ну, по идее, они приходят за истории, да, но им нравится нас слушать. Вот как это понять? Поэтому, ребят, опять просим в Телеграм зайти и отписать, например, в комментах под последним постом. Как вы вообще на это смотрите? Ну то есть разгонов побольше, да, или там поменьше? Там на две минуты буквально и все. И давайте поехали уже. Так что пишите, от вашего фидбэка зависит то, как мы будем меняться в угоду того, что вам может больше нравиться. Ладно, давай уже переходить постепенно к нашему сегодняшнему герою. Наполтались мы вдоволь сегодня. Так вот, сегодня мы все еще по классике. Мы говорим о профессоре общественной организации, яром стороннике трезвенческого движения в России и Советском Союзе, лауреате двух медалей от РАЕН и просто человеке, который в буквальном смысле открывает глаза другим людям. Те самые пукающие бактерии, заговоры по спаиванию России и неожиданно Олдос Хаксли. Короче, сегодня мы вам откроем воистину дивный новый мир. Поговорим о Владимире Георгиевиче Жданове. Как тебе? Причем тут Хаксли? Где вопрос? Я прям уже ждал. Ну слушайте, то, что он писал, Хаксли именно, да, вот это интересно. А о нашем сегодняшнем герое, я не очень много знаю, понимаешь? Я в эту вот яму не наступал. Я бы сказал, чуть погрубее, но нельзя. Нельзя, нельзя. Никита заплюют в комментариях, ни в коем случае. А, ну тогда. Ну ладно, хорошо, давай немножко по сценарию пойду. Причем здесь Хаксли-то? По сценарию, по сценарию. Какой сценарий? Нет у нас вообще никакого в сценариях. Это он специально так говорит. А, ну все, понятно. Раскрыл меня по полной, что поделать. Здесь есть ветвь повествования, которая косвенно связывает Олдоса Хаксли и нашего сегодняшнего героя. Чуть попозже я тебе объясню. Эпизод достаточно забавный. Я его случайно совершенно откопал. Так просто его не найти. Но посмеешься буквально, я думаю, минуточек через 15-20. Ну я ведь в ожидании. Так вот, если говорить про ранние годы нашего сегодняшнего героя, то о них известно не так много. Вся информация копипаста с Википедией, без указания ссылок на источники. Поэтому воспринимаем должным образом. В интернете существует даже официальный сайт Центра Жданова. Но биографии там нет. Наш сегодняшний герой родился 25 мая 1949 года в селе Белово Топчихинского района Алтайского края СССР. Как и в семье Понасенкова, отцом Жданова был военврач. В 50-е или 60-е годы семья Владимира Георгиевича переезжает в Новосибирский академгородок. Там же Жданов оканчивает физмат-школу с золотой медалью в 66-м году. В Новосибирский государственный институт Жданов поступает только через год. Причина неизвестна. То есть, возможно, с первого раза не поступил, может, еще что-то. Но с 66 по 67 год наш сегодняшний герой работал в Туркменской СССР на должности кочегара сушильной печи местного кирпичного завода. Неплохая такая должность. В принципе, ничего. Прям как Цой. Ну да. Такой прям работящий. Трудяга у нас, трудяга. Ну, вполне себе работенка для 17-18-летнего парня, когда у тебя нет возможностей связи, ты из рабочей семьи, ты не из интеллигенции, что поделать. Начинаешь с низов. После этого в 67-м году Жданов поступает в НГУ, прям как дядь Саш Пушиной. Он, кстати, там же учился. И учился там пять лет на физфаке. И, видимо, его закончил. После этого работает научным сотрудником Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Академии наук СССР с 72-го по 84-й год. Подожди, а почему, видимо, закончил? Нет информации по этому поводу? Информации либо подтверждения о том, как он закончил, как он учился, нет. И здесь вообще очень мало источников. Нет даже официальной биографии Жданова на том самом сайте, который я упоминал. Вот этот центр Жданова. Интересно. То есть, опять же, здесь есть несколько источников. Один копипастит другой. Скорее всего, все это копипаста с Вики. Все, что касается биографических сведений, ссылок на какие-либо источники для перепроверки, для убеждения, что это действительно написано кем-то, исходя из источника, утверждений таких просто нет. Но возвращаемся к нашей истории. 80-й год. Наш сегодняшний герой защищает диссертацию и становится кандидатом в физмат-наук по специальности оптика. В этом случае мы точно можем утверждать, что диссертацию он защитил, поскольку есть на Вики даже ссылка на саму диссертацию. Можно почитать. С ума сойти. Не часто встречаешь это среди наших героев. Не так часто, да, кстати говоря, но такой вот интересный факт. С 84-го года работает старшим преподавателем на кафедре общей физики Новосибирского государственного педагогического института. Преподает до 88-го года. Однако за год до ухода с должности научного сотрудника в НГУ, то есть в 83-м году, Жданов знакомится с лекцией, которая буквально предопределяет дальнейшую судьбу Владимира Георгиевича. Ну, а теперь у нас будет, предупреждаю, два твиста таких небольших, остросюжетных, прикольных, горячих, интересных и немножечко кринжовых. Первый твист. В судьбе Жданова немалую роль сыграли идеи Фёдора Григорьевича Углова. Ты знаешь, кто это? Вообще без понятия. Вот тоже особо не знал. Знал те самые мемчики про пукающих бактерий. Не более того, скажу честно. Когда начал изучать вопросы, изучать биографию нашего сегодняшнего персонажа, просто ахнул. Короче говоря, Фёдор Григорьевич Углов. Это советский врач-хирург, член Кор Академии Медицинских Наук СССР, лауреат Ленинской премии и член Союза писателей, а также один из самых известных и последовательных критиков употребления алкоголя в Советском Союзе, а позже и в России. Ага, такой зазож, да? Да. И я не знаю, в курсе ли ты или не в курсе, но Жданов как раз прославился лекциями, которые связаны с антиалкогольной пропагандой. Да, опять, я немножко в начале подкаста соврал по поводу того, что я ничего не знаю про Жданова, но про это я, конечно, слышал. И про пукающие бактерии то же самое. Вот, но из-за того, что я слушаю группу «Ленинград», ЗОЖ для меня это... Да, обожаю припев этой песни. Для меня это афоризм, достойный любой народной поговорки двухсотлетней давности. Гениально, я считаю. Ну, как и многое у «Ленинграда», на самом деле. А это фильм про политиков. Выборы, про выборы, да? Да, ну, выборы. Ну, ты что? Ой, прекрасно. Культурный код. Культурный код. Если в прошлый раз мы упоминали «Любовь и голуби», Меньшова, не Меньшиковы, извиняюсь ещё раз, что перепутал фамилию в комментариях, меня поправили, спасибо огромное, то да, в этот раз мы упомянули другой гениальный фильм «Квартета И». Тоже классика, между прочим. Там ещё и Уткин играл. Боже мой, как же он играл. Гениально. Его фраза «футболом не интересуюсь» — это великий был человек. К сожалению, уже он не с нами. Ну, ладно, возвращаемся к нашей истории. С одной стороны, если мы говорим сейчас про «Углова», Фёдор Григорьевич был действующим хирургом, который профессионально исполнял свои обязанности и даже выпускал научные труды. С другой — увлекался нетрадиционными методами лечения. Чтоб ты понимал, «Углову» принадлежит рекорд Гиннесса. Он провёл одну из операций, вернее, ассистировал, накануне собственного столетия. Вернёмся к идее здорового образа жизни по «Углову». Сам он причислял алкоголь и сигареты к ликализованным наркотикам и выступал за полный запрет и первого, и второго в СССР, ссылаясь на то, что традиционно данные развлечения русскому народу были несвойственны вплоть до XIX века. В принципе, если разгонять эту тему, то что сигареты, что алкоголь являются наркотическими веществами, так как вызывают определённую зависимость. Ну, разумеется. И, в принципе, с этим согласиться можно. Но тут важен контекст. Потому что я сейчас сказал про XIX век, а вот по «Углову», начиная с XIX столетия, пьянство было внедрено евреями с целью подрыва русской национальной идеи. Так, стоп, подожди. Так, подожди, стоп. Как вот в этом меме? Подождите. Ладно, хорошо. Евреями вот после XIX века. А то, что до этого русские люди пили и вообще прекрасно себя чувствовали, это кто им выдушил? Простите, пожалуйста. Слушай, я вот по поводу этого тезиса могу даже вспомнить некие указы Петра I о том, как должны работать питейные заведения, в том числе в Петербурге. И там прям расписано, что не должны скотствовать люди. А это не XIX совсем уж-то век. Ну, как бы ладно. Ну, вот да. Ну, возможно, опять. Все-таки, мне кажется, да, по Фоменко-Иносовскому... А, подменили. Подменили, да. Мы же забываем все время. Да-да-да, подменили. Все, я понял тебя. Я, с другой стороны, никогда не видел двухметровых евреев, но, возможно, они есть. Но, опять же, возвращаемся к нашему твисту. Социолог Николай Митрохин, преподающий в Бременском университете и специализирующийся на вопросах националистического движения в Советском Союзе и России, утверждает, что Углов был как минимум знаком с националистическими движениями в позднем СССР, а как максимум лично укрывал в больнице Сергея Николаевича Семанова, кандидата исторических наук, члена редколлегии журнала «Вопросы национализма» и автора книг. «Под черным знаменем или жизнь и смерть Нестора Махно?» «Махно. Подлинная история». «Русско-еврейские разборки вчера и сегодня». «Россия без русских». «Русское возрождение. Борьба продолжается». Я все осуждаю, что Реша сказал выше. Я тоже осуждаю, разумеется, мы вдвоем это осуждаем и максимально решительно. Вот такого вот человека, по утверждению социолога Митрохина, укрывал Углов в конце 80-х, может, в начале 90-х. Я попробовал поискать источник информации данной, но найти его, честно скажу, не смог. Поэтому утверждать по поводу Углова не могу. Я даже не знаю, что добавить. Давай лучше дальше пойдем. Давай, давай. Возвращаемся к нашей основной ветке повествования. 83-й год. Жданов знакомится с лекцией Углова под названием «О медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР». И настолько проникается идеями Углова, что уже в 88-м году, то бишь через 5 лет, становится заместителем председателя Союза борьбы за народную трезвость. Председателем был, разумеется, Углов. А сам Углов прожил офф-топ 104 года и был до своей смерти председателем данного Союза. Понимаешь, я попытался найти какую-то информацию. Вроде бы человек, о котором я говорил, действительно имеет некое отношение к националистическому движению в Советском Союзе. Оказывается, оно было в Советском Союзе. Вот это для меня еще одно открытие. Максимально кринжовое, странное и страшное даже, я бы сказал. Но как есть. Да нет, я очень сильно удивлен, что это вот прям в Советском Союзе было. Но оно, видимо, настолько... То есть это не мигрант? Да. Он не уезжал? Опять, как я понимаю, оно настолько было немногочислено, видимо, что его даже никто не трогал. Вот по этому поводу ничего не могу тебе сказать, поскольку данный вопрос не изучал подробную. Решил так вот немножечко остановить свои изыскания на вот этом моменте, потому что это уже было бы совсем далекая ветка повествования. Может быть, потом, когда-нибудь, если захотим, расскажем. Но пока я остановился на этом. Ну, все равно очень интересно. Вот я бы, наверное, что-нибудь почитал про нацизм в самом Советском Союзе. Типа как он оставался, ну, находясь под огромным-огромным давлением. Потому что, ну, в других странах он еще более-менее мог распространяться, но, зная специфику Советского Союза, сложно себе представить, чтобы нацизм там тоже распространялся в каком-либо виде даже. Даже не нацизм, я скажу, скорее, правое движение. Так, наверное, правильно сказать. Наверное, да. И опять же, единственное, что могу тебе посоветовать, не то чтобы прям вот я знаю, что что-то хорошее, но попробую поискать через статьи, а может быть, через книги Николая Митрохина. Это вот человек, которого я отрыл. Он учился в России, потом уехал за рубеж. Сейчас вроде бы преподает в Бременском университете. Так вот, возвращаемся, опять же, к основной ветке. В 94-м году Жданов пополняет копилку своих навыков и исцеляет себя от дальнозоркости при помощи метода Бейтса. Не путать с Гейтсом, это другое. Метод Бейтса — это также методика, не имеющая научного обоснования, но как бы исцеляющая людей без инвазивного лечения, ну или без операционного вмешательства, как вам удобнее, при помощи определенных упражнений. При помощи этих упражнений зрение восстанавливалось полностью. Изобретенная методика была в первой четверти 20-го века. Мне это напоминает Федерика Матисса Александера, честно тебе скажу, потому что она набрала популярность в Америке. А в 40-е годы одним из пациентов Бейтса стал Олдос Хаксли, автор «Дивного нового мира». Хаксли заявил, что излечился от нескольких недугов, связанных с собственным зрением, и даже написал книгу «Искусство зрения» в 43-м году. Ну слушай, это правда, как с Александером было. То есть к нему тоже приходили знаменитые люди, и говорили, что способ, которым воздействовал на них Александер, помог. Вот-вот, мне поэтому и напомнила очень похожая атмосфера. Может быть, когда-нибудь мы возьмем, либо какой-нибудь спешил сделаем, потом, совсем не скоро. Потому что, ну, похожая история, очень красивая такая, там не только Хаксли засветился. Так вот, возвращаясь как раз к Олдосу. В 43-м году выпускает книгу «Искусство зрения», а в 52-м году Хаксли выступает на торжественном банкете в Голливуде, уже читая текст без каких-либо затруднений. Ну а потом, цитата из журнала Saturday Review. Потом он внезапно запнулся. И правда стала очевидной. Он совершенно не мог читать свою запись. Он заранее выучил ее наизусть. Чтобы припомнить текст, он подносил бумагу ближе и ближе к своим глазам. Он не мог прочитать ее даже на расстоянии около дюйма. И чтобы увидеть буквы, был вынужден выудить из своего кармана увеличительное стекло. Это был тягостный момент. Так, хорошо, а зачем он тогда обманул в этом плане? Ну, учитывая, что он даже выпустил книгу и, видимо, начал популяризировать данный метод, скорее всего, был какой-то интерес. Я, честно, вот судить я не берусь. По поводу всего этого увидел данный инцидент, который был связан с торжественным ужином в Голливуде. Он мне понравился. Решил тебе привести, чтобы ты понимал общий контекст данной методики и данного метода исцеления по Бейтсу. Угу. Так. Так вот, эту методичку дорабатывает в Союзе некий Шичко, а Жданов начинает использовать ее для лечения себя, а позже и собственных пациентов на оздоровительных сеансах. Запахло, да? Запахло. Уже немножечко так, подпахивает. Вот, знакомое что-то. На первом таком сеансе проводимым Ждановым в Москве присутствовало более тысячи человек. Давай вот небольшую загадочку. В каком году это было? Ну, давай ее вот прям вот... Ну, в 90-х, я думаю, уже. Ну, вот тебе кажется, да, оздоровительные сеансы, восстановление зрения, больше тысячи человек пришло. Это был кинотеатр, не помню, как он назывался, в Москве. 2000-й год. А, 2000-й даже. Я чуть раньше взял. То есть, вот понимаешь, мы считали, что бум-целительство сошел на нет, а нет, как говорится, блин. Жданов, вот он совершенствует эту методику и уменьшает срок реабилитации, то есть выздоровления, исцеления от каких-либо недугов, связанных со зрением человека. И при помощи БАДов, которые он продает на своем сайте, вернее, продаются они на сайте центра Жданова, срок реабилитации уменьшается там в разы буквально, если выполнять те рекомендации, которые даны по Бейтсу Шичко и дополнять БАДами от Жданова. И все? Солительная методика работает? Да, прекрасно. Слушай, вообще замечательно. БАДы до сих пор продаются? Да, вот прямо если зайти на этот официальный сайт центра Жданова, не буду называть его адрес, разумеется, дабы не рекламировать, там прям вот когорта препаратов, которые не являются лекарственными, разумеется, а являются БАДами для различных улучшений характеристик зрения, либо для уменьшения сроков реабилитации при лечении по методу Бейтса Шичко. Ммм, вкуснятина вообще. Ну ладно, так, хорошо, вот собирает он эти залы, дальше-то чё? Это 2000 год. За три года до этого, в 97-м году, Жданов оканчивает психологический факультет Новосибирского государственного педагогического университета по специальности практическая психология. Вот знаешь, хочется в данный момент передать привет поклонникам Сатьи Даса, которые считают, что на психологов не учатся в институтах, университетах и так далее, и так далее, и так далее. Учатся. Даже Жданов выучился. А Сатья нет. Ну опять же, вот у нас Жданов получает образование, в 97-м году, ещё одно, то есть это второе образование, уже высшее. И в 2000 году, помимо оздоровительных сеансов, Жданов занимает должность профессора и заведующего кафедрой практической психологии и психоанализа в негосударственном образовательном учреждении Сибирский гуманитарно-экологический институт. Ну, знакомая для нас максимальная история общественной организации, которая пользуется институты, академии, и они являются профессорами, академиками, и кем только они не являются, заведующими кафедрой ещё, конечно же. Ну, разумеется. И, конечно же, у них есть какие-то там научные статьи, о которых никто не знает. Вот тут, честно тебе скажу, ситуация с данным институтом, она очень интересная, потому что данное учебное заведение – это прям реально загадка имени Жака Фреско. То есть лицензию на осуществление образовательной деятельности у учреждения высшего профессионального образования этот институт не получал. Но издавал журнал, в котором печатались статьи, сам понимаешь, какого толка в том числе, и, скорее всего, статьи Жданова тоже. Найти подтверждение этому я не смог, но, в принципе, если подумать, то предположить такое можно. Ну, скорее всего, да. Те, кто там у них работает, скорее всего, там публиковались, почему нет. Ну вот, я тоже так думаю. И если дальше идти по нулевым, в принципе, вот прям каких-то уже кринжовых максимальных историй не так, чтобы много. В конце я только одну небольшую расскажу, будет смешно, но надо, предупреждаю, очень осторожно нам об этом говорить. Немножечко на будущее задел. В нулевые Жданов получает аж две медали, разумеется, от Раен. Имени Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации и имени Пауля Эрлиха. Медали от Раен. Все, что надо знать. С 2007 года заведует кафедрой практической психологии в региональной общественной организации содействия, координации, сотрудничества славянских народов, Славянская Академия Наук, образования, искусств и культуры. Ну а для широкой публики, разумеется, ты знаешь, он стал известен как автор концепции, по которой пузырьки в шампанском — это, так скажем, продукт жизнедеятельности бактерий. Слово самому Жданову. Пиво — это самое страшное алкогольное изделие, которое запущено для того, чтобы споить нашу молодежь, уничтожить наших детей. Ведь дети водку не пьют, дети начинают с пива. В пиве содержится алкоголь, а алкоголь самый страшный — мутаген, который действует на половые клетки так же, как радиация. В результате, если человек употребляет алкоголь, будет повреждена половая клетка и родится умственно отсталый, дефективный ребенок с уродствами. Об этом знали все народы мира и свято соблюдали трезвость. А если это не соблюдается, то нация идет к полному вырождению. В СССР была хорошая статистика, и вот, согласно ей, в нашей стране было очень много детей с врожденными уродствами. Мы в свое время были очень поражены этими цифрами, почему так велико число больных детей. Но нам тогда объясняли, что дефективные дети, следствие плохой экологии, плохого питания, мы не поверили, и в 1984 году провели специальные научные исследования, обработали на ЭВМ и ахнули. Оказывается, 97,4% неполноценных детей – это жертвы зачатия пьющих родителей. Какие он данные в 1984 году мог в компьютер загрузить? Ну, слушай, ВВМ что-то дозагрузил наверняка. Разумеется, да. Разумеется. Ага, так, хорошо, понятно, прекрасно. Ты вроде бы не подмечал это, но попахивает Горяевым. Очень сильно попахивает, и ты не поверишь, как и Горяев. Наш сегодняшний герой прямо-таки очень любит то, что называется в современном мире телегоний. Ну, разумеется. Как иначе-то? То есть это вот то самое учение, по которому все половые партнеры женщины влияют на то, какими будут ее последующие дети. То есть вот будто бы половые органы женщины обладают какой-то генетической памятью и прям собирают информацию. Я не знаю, как это, конечно. Ну, опять же, к современной науке это не имеет отношения как минимум лет 200, может, даже 300. Лет 300 назад как раз телегония, наверное, и появилась. Может, 200, я не помню. Нам нужно будет с тобой рассказать про телегонию, я думаю. Однозначно. Это прямо-таки явление огромное. Я думаю, да, это прямо было бы очень интересно. Ребята, напишите реально в комментариях, если вас заинтересует подобное, мы с радостью поищем информацию, поищем человека, который описал впервые эту телегонию. Если не ошибаюсь, я даже помню эксперименты, которые были проведены, и тогда просто не было нормального дизайна научного эксперимента, благодаря которому можно было бы понять, насколько эксперимент правильный с точки зрения статистики. Какая-то там похожая история была вот с этим, но я не помню уже. Там даже Дарвин, если не ошибаюсь, замешан. Но вот сейчас утверждать не буду. Интересно. Ну ладно, давай к Жданову. А какой он конкретный эксперимент провел? То есть он просто данные загрузил в компьютер и называет это экспериментом или что? Понимаешь, в чем прикол? Вроде бы он здесь должен нас убеждать как ученый, а Жданова очень часто называют профессором. А профессором он просто являлся в одной из некоммерческих академий. То есть звание профессора он не получал, и сран, это звание не связано никоим образом и с министерством образования в том числе. Вот. И суть в том, что данный цитат, который я зачитал по Жданову, вроде бы это слова Жданова, они приводятся на сайте общественной организации «Общее дело». А Жданов в 2008 году становится соавтором цикла передач, одноименных, которые показаны были на Первом канале. Че только не показывают на Первом канале? Так вот, он становится соавтором этих передач. Потом создается общественная организация. На сайте этой общественной организации опубликована дословная, насколько я понимаю, цитата Жданова. То есть это его прямая речь, может быть, немножечко обработанная редактурой, мне неизвестно. И там он просто говорит «Мы провели эксперимент, загрузили данные в ЭВМ, и вот что получили». Никаких данных о том, где он этот эксперимент проводил, на каких он ЭВМ это проводил. Ну извини меня, в конце 80-х, я думаю, все-таки на пальцах двух рук всей ЭВМ в Советском Союзе, в принципе, можно было пересчитать. Если речь идет прям о машинах, которые использовали для сбора какой-нибудь статистики. Вполне возможно, такие существовали, но я не узнавал, честно тебе скажу. Ну я думаю, они у каждого не были. Все-таки, так или иначе. Ну вот, я тоже так думаю. Но опять же, если такие-нибудь социологи, не факт, что им прям выделяли такие производственные мощности. Ну само собой, конечно. У меня сомнения. Само собой. Скорее всего, это были физики. Короче, не знаю. Интересно, конечно, было бы это узнать, но никаких ссылок, разумеется, на сайте общественного движения «Общее дело» не приводится. Не, вот с этим вот было бы интересно ознакомиться. Если бы он даже это выложил, то есть каким образом он собирал данные и еще что-то, каким образом он загрузил их, да? Как их компьютер подсчитывал. Вот это все было бы интересно посмотреть, почитать. Мне было бы интересно, вот так скажем. Ну я с тобой в этом плане согласен. Опять же, к сожалению, прям каких-то изысканий научных статей, за исключением той самой диссертации, там, если не ошибаюсь, какого, 79-го или 80-го года, когда он защищал кандидатскую. Больше кроме этого я ничего не нашел. Может быть, плохо искал, вполне возможно. Ребят, если вы являетесь сторонником идеи Жданова и, например, интересовались его научными статьями, скиньте, пожалуйста, либо ссылочку, либо название в комментарии. Вот с радостью загуглим, посмотрим, изучим, будет интересно, может, даже опубликуем все это дело у нас в Телеграм-канале. Блин, ты представляешь, если ты выпил и материшься, ты вдвойне урон наноешь. Это что вообще получается тогда? И в этом его идеи тоже схожи с идеями Петра Петровича Горяева, потому что он использует в своих лекциях, а наш сегодняшний герой жив до сих пор, он использует в своих лекциях такие термины, как биополя, рассказывает о том, что экстрасенсорика существует, и она может разрушить некие поля деятельности человека, ему помешать на уровне ауры. Ну и, разумеется, все те тезисы, которые говорил Петр Петрович Горяев, они в принципе пересекаются. Если не во всем, то как минимум, наверное, в половиночке-то уж точно. Ну, хоть где-то они... Слушай, вот если наши герои так послушать, да, они обычно приходят к разным выводам и говорят взаимосключающие вещи, а тут он как будто взял частичку Горяева и продолжает распространять ее. На самом деле они всегда имеют более древний прототип, и я не зря сделал два твиста, потому что они очень важны для понимания контекста всего того, о чем говорит наш сегодняшний герой, потому что идеи о тотальной трезвости — это идеи Углова во многом. Идеи, которые тебе рассказывал, связанные с антисемитизмом, например, Углов не признавал. Подтверждение того, что он укрывал одного из пособников движения националистов в Советском Союзе, а позже в России, я не нашел. Продаю за то, что купил. Поэтому вроде бы... Ну, все очень зыбко, я честно говорю. Вроде бы есть доказательства. Вроде бы можно ссылаться на конкретных личностей, на конкретных людей, но, опять же, уровень их компетенций является только компетенцией в той самой узкой сфере, в которой они являются учеными. То есть Митрохин — это человек, который изучал национализм в Советском Союзе. Вот там он компетентен. Если начнет еще что-нибудь рассказывать, ну... Мис Кузи, как говорится. Дальше я еще сейчас как раз скажу по поводу других деятелей. И это деятели религиозные. Потому что Жданов является в том числе человеком, которого критикуют религиозные деятели. И один из них — это сектовед Дворкин. Потому что в докладе «Оккультно-сектанский характер антиалкогольного учения Жданова» данный сектовед считает высказывания нашего сегодняшнего героя антихристианскими и антинаучными, имеющими под собой разве что коммерческую деятельность. Но самое прикольное — это то, из-за чего произошел весь сыр-бор. Я напоминаю, Жданов у нас за повальный антиалкоголизм, за трезвый образ жизни. Что такое евхаристия, ты знаешь? Разумеется. Ну, это часть причастия, когда ты выпиваешь кровь Христа. Вот. А кровь Христа у нас символизирует что? Вино. А Жданов выступал за полный отказ от какого-либо алкоголя. Вот, да, я у тебя поэтому и хотел спросить у меня сразу же, вот как только ты сказал про то, что против него были христианские деятели, я такой, да ладно, неужели? Ну, типа, неужели он настолько решил оказаться от алкоголя? Окей. Вот здесь достаточно странная вещь, потому что наш сегодняшний герой считает себя православным христианом. Но выступает за полный отказ от алкоголя, за что его в том числе и не взлюбили деятели религиозные. Потом, вроде бы, конфликт был улажен, но Дворкин, конечно же, не взлюбил нашего сегодняшнего героя и в последующем выпустил несколько, скажем так, текстов, докладов, даже не знаю, как это назвать, которых деятельность Жданова разбирал и действительно выводил, исходя из своей сферы компетентности, что учения и формы подачи материала Ждановым похожи на завлечение адептов в секту. А учитывая, что у Жданова есть психологическое образование, образование психолога, в 97-м году он его получил, насколько ты помнишь. В принципе, он, конечно, может обладать техниками внушения, но это, опять же, просто наши домыслы, которые ни на чем не основаны, кроме как на наших догадках. Разумеется, поэтому все, что мы тут говорим, берите в скобочки. Так подожди, он по итогу причастие признал отхождением от того, что это испить алкоголь или нет? Слушай, вроде бы, насколько я понял, он потом сам даже причастился, что ли, или это счел не таким пагубным. Я вот не понял этого, но вроде бы конфликт был улажен по итогу, все, что я знаю. А, ну все, тогда все понятно. В 2017-м и 2019-м году Жданов номинируется на звание почетного академика в РАЛ, но до финального голосования ни разу не доходит. В принципе, у нашего сегодняшнего героя шансы попасть в академики все еще остается, потому что он до сих пор жив, а премия присуждается уже только тем людям, которые живы на данный момент, то есть посмертно она не присуждается никому. Так, чем он сейчас занимается? На данный момент, с 2007-го года, Владимир Георгиевич переехал из Новосибирска в Москву и живет и здравствует в столице Российской Федерации. Последнее, что я вот нашел о нем, это как раз небольшой конфликт с РПЦ, и достаточно было весело читать, точно так же, как ты рассказывал, если не ошибаюсь, про кого, наша прошлая серия про кого была, боже ты мой, про Склярова. Ты мне рассказывал, как страницу Склярова забанили на Вики, и там прям были такие споры горячие, а как же, вот, зачем вы раздел «Критика» делаете и его не даете редактировать, почему в разделе «Критика» публикуются какие-то пасквили на нашего прекрасного Склярова. Вот здесь что-то похожее было, я почитал историю правок внесения изменений, там прям битва правок была где-то лет 10 назад, активно очень вносили правки, в том числе как раз и в раздел «Критика». Это было очень интересно и весело, честно тебе скажу. Ну, потому что там прям баталия шла, да? Да, 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 не поверишь, по итогу информация про те самые пукающие бактерии на Вики все-таки отсутствует. Так, хорошо. У нас с прошлой серии еще появилось дополнительное медиа для того, чтобы мы тут зачитывали. Что там Ажданови на лурке пишут? Мне вот это интересно. Вот понимаешь, после того кринжа, который мы в прошлый раз попытались выудить с лурка, я решил сделать что-то более серьезное. Я намеренно ограничил себя в поиске информации. Я знаю, что Ажданове написано на лурке. Я читал это еще давным-давно, потому что мы с тобой хотели сделать серию не по Петру Петровичу Горяеву, а по Владимиру Георгиевичу Жданову. Но вот выбрали легенду и не промахнулись, как говорится. Я помню статью на лурке. Читал я ее когда? Когда? Прошлым летом. Я ее читал вместе с тобой. Мы посмеялись, конечно, здорово. Сейчас я специально себе решил не зашоривать мозги гениальными текстами, а чисто пройтись по фактам и изложить биографию. Поэтому, ребят, домашнее задание. Простите про Жданова на лурке. Там будет исчерпывающая информация. Если вам особенно нравится такая подача, разумеется. Ну вот, в принципе, такая история сегодня у нас прозвучала. Достаточно большая, объемная, две ветки повествования параллельных, которые шли параллельно повествованию о нашем сегодняшнем герое. Как тебе в целом весь контекст? Меня, например, очень сильно удивил 2000 год и тысяча человек на здравительном сеансе в кинотеатре в Москве. Ну да, это тоже такой моментик интересный. С Хаксли было интересно тоже. Потому что, ну, где Жданов, где Хаксли, да, вроде бы совершенно о разном рассказывали, совершенно разные вещи делали, но какие-то пересечения все равно есть. Мне всегда это нравилось в истории. Это очень интересно. Сам по себе персонаж, ну, слушай, Горяев. 2.0. Да, как будто такой же популярности, имеющий своих адептов, ну, людей приверженных. Давай адептов не будем говорить, это все-таки не секта, вроде бы. Ну, короче, в целом, если говорить, то персонаж прикольный. Он отражал в какой-то степени то, что было в 2000-х, когда людям нужна была психологическая помощь. И в какой-то степени, наверное, давал. Забавно, что он все еще активен и все еще занимается тем, чем он и занимался. Потому что, ну, обычно к какому-то периоду люди отходят от этого, да, либо уходят в какую-то другую степь. У нас были несколько примеров истории, где люди к своим пожилым годам отходили от того, что они делают. И это прикольно. Опять же, люди отходили от своих дел, либо становились менее активными. Ввиду, может быть, проблем со здоровьем, это происходило буквально за несколько лет до смерти, за два-три года. У Левашова это произошло. У Склярова не помню, честно тебе скажу что-то. Вот сейчас конкретно я не скажу. А кто же у нас еще-то? Кто-то третий в голове вертится. А, боже ты мой, Чудинов. Чудинов с письменами русов. Да, да. Когда у него жена забрала аккаунты все, уйдя от него. Точно, точно, точно. Те, кто смотрят нас на ютубе, моя отдельная просьба — пересмотрите или посмотрите про Чудинова. Персонаж интересный, классный, но вообще как будто не собрал аудиторию. Совершенно. Но, как мне кажется, просто в тот момент алгоритмы ютуба еще не поняли, что мы вернулись на эту площадку наконец-то после долгого там трехмесячного практически молчания. Только-только нас начали продвигать алгоритмы на ютубе, поэтому просмотров было критически мало. А сейчас все разогналось, все стало хорошо прям так. Опять же, ребят, будем рады, если посмотрите эту серию. Там все очень прикольно и классно. Прям вот очень-очень все в контексте всех последних, наверное, пяти серий мы бьем примерно в одну и ту же аудиторию, примерно даже в одну и ту же эпоху, как мне кажется. Поздний СССР, ранняя Россия, либо Россия уже современная. Поэтому вам точно будет интересно. На самом деле у нас сезоны как будто реально разделяются по таким главам, потому что в первых сезонах мы рассказывали о начале СССР, о середине СССР, да, и вообще не задрагивали Россию или там 90-е. Ну, за редким исключением, когда персонажи сами по себе существовали в этих временных рамках. А вот сейчас мы вот весь сезон полностью отдали под 90-е, 2000-е и там середине СССР. Это интересно. Я что-то не обращал внимания на самом деле. Ну да, получилось так вроде бы случайно, а на самом деле получилась достаточно целостная картина, когда один персонаж дополняет другого и может даже пересекается с ним в каких-то временных перипетиях. Ну да, то есть мы как будто всем третьим сезоном показали вот что творилось в 90-е и вот что там в нулевые десятые происходило. И самое что интересное, что в этом плане мы очень сильно похожи на концепт, который любит Леонид Каневский, как бы заслуженный мэтр следствия вели, да. Когда он пришел на интервью к Саше Сулим, вы знаете, кто это, если не знаете, загуглите, прекрасная женщина, журналист, которая тоже работает в жанре true crime, она взяла интервью у Леонида Каневского и когда она его спросила, вот когда вы рассказываете о преступлениях, вот вы прям погружаетесь и может быть вам уже в какой-то момент вы устаете от того, чтобы рассказывать о преступлениях снова и снова. А сам же Леонид Семенович Каневский, он говорит, что он в каждой серии пытается погрузить людей в эпоху, то есть в контекст всего того, что окружало преступление. То есть для него преступление является дополнением к рассказу об эпохе. Именно поэтому он рассказывает про 50-е, 60-е, 70-е и иногда 80-е годы. То есть дальше он не заходит. Ну да, такое чувство, что у нас точно так же произошло, потому что мы вам раньше рассказывали о вкраплениях, а сейчас получилось так, что это не единичный случай такого человека, а это как будто тенденция была в 90-е, 2000-е на таких людей, которые своей харизмой, своим подходом заманивали огромное количество людей в свои сети и дальше их как-то обрабатывали, погружая в то, что они себе представляли. Поэтому, ребят, наверное, в завершении серии хочется вам пожелать, чтобы вы читали книжки каких-нибудь сектоведов, изучали способы вербовки обычных людей в различные религиозные верования, либо в необычные эзотерические практики. будьте бдительны и старайтесь не попадаться на удочку людям, как бы они приветливы не были. Будьте критичны ко всем, в том числе и к себе. Спасибо, что прослушали новую серию. Рассказал и сводил это Лёша Павленко. Слушал Никита Сверидов. Не забудьте поставить сердечки и лайки на Яндекс.Музыке в ВК. А также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Spotify, SoundStream и CastBox. Всем спасибо. Всем пока.